Здравствуйте, дорогие люди Божии, дорогие калининградцы. Давайте только еще раз поприветствуемся. Там, где я родился, говорят, в ответ на Христос... У нас есть пасхальное приветствие, Христос воскресе, мы все знаем ответ. В ответ на слова «Христос родился», драгоценные слова истории человеческой, может быть, разные ответы. Можно сказать, воистину родился Христос. Можно сказать, как говорят на Западе, привыкли говорить нам, «Славим Его» или «Славьте Его». Давайте для единодушия выберем ответ «Славьте Его». Я сейчас поприветствую вас, вы мне гаркните и поехали. Христос родился. «Славьте Его». Спасибо, Господи. Итак, друзья мои, я благодарю за приглашение и поехали. Значит, во-первых, я оттолкнусь от того, что большинство в зале женщин, не считая духовенства, мужчин не так много, представители власти и духовенства, остальные дамы и женщины. Значит, я вот начну, пожалуй, с этого. Как-то раз в Адыгее православное духовенство участвовало в разработке, наши люди, в разработке нравственного курса преподавания для нравственных предметов, это ОПК и подобные вещи. И вот их коллеги из Адыгеи, мусульмане, говорят, нам не надо, чтобы в школах преподавали, там сказать, основы ислама. Если вам нужно, чтобы преподавали основы православия для ваших детей, то, пожалуйста, а нам не нужно. Наши батюшки с удивлением спросили, неужели вы такие индифферентные и холодные к вашей собственной религии, что вам не нужно, чтобы в школах преподавали основы вашей веры. Они сказали, нет, дело не в этом. Дело в том, что все, что нужно, мы научим сами детей дома. Нам не нужно, чтобы какая-то тетка лишние часы, там, бывший историк или бывший литератор, преподавала нашу веру нашим детям, сама в ней ничего не понимая. Мы сами их научим. Два часа в школе в неделю ничего не дадут нашим детям, а в семье мы их воспитаем. Наши батюшки, услышав этот мудрый ответ, почесали, так сказать, по тылу и сказали, что, в общем-то, ответ правильный. И больше того сказали, оказывается, существуют некие психологические расчеты, согласно которым, если нравственные и духовные предметы преподает женщина, то степень усвояемости материала, ну, точные цифры, я, наверное, ошибусь, но там примерно, ну, скажем, 8-10% усвояемости информации. Если эти же предметы преподает мужчина, то степень усвояемости врастает в разы, до 30-40 и более процентов. 100% усвояемости быть не может, это понятно, то есть КПД не бывает стоп, потому что мы живем в падшем мире. Но степень усвояемости религиозных предметов вырастает в разы, когда преподает мужчина. Что женщине Бог дал власть командовать маленьким ребенком и женщиной, а всех остальных она учить не может, вы сами знаете это по себе, когда мы жалуемся, что вот батюшка, вот был маленький сын там или маленький внук, пока там было 10, там 8 лет ходил, сейчас ему 12 ходить не хочет. Вырывается, в церковь больше не пойду, значит, я не могу с ним ничего сделать. Да, уже не можешь. То есть в этом возрасте, то есть мужчина, преподаватель, мужчина, учитель особенно нравственных духовных вещей, это норма. Поэтому исходя из того, что в нашей системе образования, воспитания, в силу разных причин, объективных, субъективных, главное место заняли, представьте, этого красивого, этого лучшего пола. Перед нами стоит цивилизационная задача. Вернуть мужиков туда, где они должны быть. Во-первых, мужиков нужно вернуть в церковь. Чтобы все вы хотели бы, чтобы ваши мужья, сыновья, внуки, племянники, отцы, кстати, у кого живы папы, чтобы они были набожные, нормальные люди, чтобы они были верующие, нравственные люди. Я думаю, это в интересах каждой женщины. Чтобы вашим дочкам было заковывать и замуж. И чтобы вы с мужьями, осветивши брак венчанием, жили долгие годы и вошли в рай вместе за руки держась. Вам это тоже нужно. И у нас есть задача вернуть мужиков в церковь. Вот это первое, что приходит в голову, глядя в огромный зал, наполненный женщинами в большей части. Значит, вот мы еще не сказали, как это сделать. Мы просто формулируем задачу. Но человеческий мир таков, что если правильно задачу не сформулировать, ничего сделано не будет. Как только задача сформулирована правильно, работа уже пошла, дело уже начинается. Значит, нам нужно вернуть мужчин в церковь. Они у нас, кстати, полноценные и нормальные. Они смелые, умные, образованные, мужественные, терпеливые, красивые, в конце концов. И это можно видеть и в спорте, и в науке, и в армии, и в других отраслях нашей жизни. То есть то, что их в храме нет, это какая-то наша общая цивилизационная ошибка. Ваша и наша, то есть женщин и духовенство. Мы что-то мужикам не сказали, нужное, чтобы они пришли на молитву Богу, а вы что-то сделали не то, что они вслед за вами в церковь не пришли. Православное женское лицо, так сказать, формирующее лицо нашей церкви, это недостаточно. Нужно, чтобы мужчина и женщина в равных долях были в наших храмах. Это первое, что мне приходит на ум. Второе, что мне хочется сказать, что церковь наша в львиной своей доле состоит из неофитов. У подавляющего большинства людей, из вас здесь сидящих, нет опыта православного детства. Как правило, все пришли в храм Божий с бэкграундом своих тяжелых грехов. Пришли в храм Божий, как вырывающиеся из окружения. По дороге в церковь поползали еще неизвестно где, познакомились с кришнаистом, побывали в сектанстве, повертели мебель по феншую, поголодали по полю брегу, пораскладывали пасьянцы, походили к гадалкам. Что только не делали. Потому что человек никогда не приходит сразу в церковь, никогда. Он всегда совершает окружной путь паломника. То есть он как Буратино, помните, он ушел из дома и долго-долго бродил, чтобы в дом вернуться. Потому что золотой ключик подходил к дверце, находящейся прямо у изголовья. Как и наши церкви православные, они под носом у нас. Но мы никогда не заходим прямо из дома, прямо в церковь. Мы сначала должны пройти огромный путь кружной, всю вселенную облазить должны. Кто-то увлекается Тибетом или Индией, кто-то занимается неизвестно чем, кто-то становится протестантом или католиком. И только потом, совершая длинный кружной путь, мы приходим туда, что было под носом. Потому что золотой ключик, а золотая дверца, под носом, но невозможно человеку прийти туда сразу. Это что-то вообще, кстати говоря, что такое сказка о Буратино? Это притча о блудном сыне, рассказанной языком сказки. Потому что Буратин это блудный сын, который ушел из дома и вернулся в дом, повзрослевший, с набитыми шишками и приобретший жизненный опыт. И вот у нас нет с вами опыта православного детства. А мы вынуждены и должны, и обязаны создать православное детство для молодежи. А у нас нет в воспоминаниях даже такого, а что это? Быть маленьким и быть на молитве. Что это такое? Быть семилетним и читать правила, например. Или быть двенадцатилетним и стоять на всеночной. Мы этого не помним, у нас этого не было. Вот вам еще одна цивилизационная задача. Значит, нужно умножить чуткость. Нужно умножить такт. Педагог это очень тактичное существо. Нужно понимать, кто перед ним. Не существует никаких общих норм и правил для всех людей сразу. Потому что когда два человека делают одно и то же, получается не одно и то же. Люди все разные. Необходимо примерять эти священные знания каждому человеку, понимая, что усваиваются они по-разному и плоды дают разные. Там даже и в Евангелии пишется, в тридцать, в шестьдесят и в сто приносится плод, если приносится. По-разному. Вот вам еще одна цивилизационная проблема для того, чтобы нам воспитать первое поколение людей, которые будут воспитывать уже своих детей с памятью о том, что они в детстве пресчищались, знали, что такое пост, что такое крестное знамение, земной поклон, проповедь, чтение Евангелия и все остальное. Это только вырастает первое поколение. Понимаете, какое великое время происходит. Мы находимся на таких вообще священных временах. Погрузились в священные времена. И вот нам нужно эту вещь для себя, так сказать, зафиксировать. Потом еще что мне хочется сказать. Мы ошибемся, если подумаем, что воспитывает только специальный предмет или специальная наука, посвященная именно христианскому, так сказать, такому направленному разговору о христианских предметах. Воспитывает вообще все вообще. Например, Христос Господь, Он был плотником. Кстати говоря, каждый папа еврейский должен был дать сыну две вещи. Профессию и умение читать религиозные книги. То есть религиозное образование. Это обязанность папы. Вот в эти священные рождественские дни мы можем почтить любовью святого старца Иосифа, про которого мало говорится в православном мире и зря. Это человек, которого маленький Иисус называл папой. Можно себе представить, у достоица такой чести? Он маленького Иисуса водил в храм Божий. Он раскрывал перед ним книжки и говорил ему, вот как читать то или иное слово, и объяснял его смысл. Маленькому Божьему сыну Иосиф совершал отеческую службу. Это задача папы. Дать ребенку ремесло и научить его молиться. Не мамы, кстати, а папы. Это понимали даже язычники, которые, допустим, законы Солона, древний свод греческих законов, говорят, что если человек не научил сына никакому ремеслу, на старость он не имеет права просить у него хлеба, у сына. То есть, допустим, старик жалуется в суд, сын меня не кормит, я старик. Копать не могу, просить боюсь, как в Евангелии. То есть, ну, спина болит, чтобы яжести поднимать, глаза не видят, чтобы иголку, нитку вдеть в иголку, и руки слабые, чтобы держать в руках лопату или заступ. Я работать больше не могу, а пенсии ведь не было. Как бы ни были ничтожны современные пенсии, ругаться на них не стоит. Потому что всегда, всю жизнь, везде людей в старости кормили те, кого люди воспитали за юность, за молодость. Только представьте себе, что пенсии нет, что вас в старости будут кормить те, кого воспитали. Он говорит, что я никого не воспитал, я 8 раз аборты сделал. Ну и все, зубы на полку и на паперь церковную. Проси милостыню. Всегда кормили людей внуки. Всегда. А сегодня дали еще пенсию вдобавку, так это счастье. Пусть она ничтожная, но это все равно счастье. Я так считаю. Потому что кормить нас должны те, кого мы воспитали. И только представьте себе, тут кошмар, если вас будут кормить те, кого вы воспитали. Это же ужас какой. Они же так воспитаны, что нас кормить не будут. Наоборот, вы их кормите еще часто. Приходит мама, жалуется на сына, например. Батюшка сын пьет. С женой развелся. Говорит, сколько лет? 42. А вам? 73. А где он работает? Нигде. А за что же он живет? А я его с пенсией кормлю. А он еще выцыганивает по пару рублей, значит, чтобы надо купить какую-то барматуху. Так это мама спонсор вашего пьянства. То есть мама воспитала лодыря и спонсирует его пьянство и тунеядство. На кого жаловаться, как лечиться? Никак. Только подумайте, как раньше люди жили. Примерьте на себя эту жуткую жизнь нормального человека. Так вот, научить ребенка молиться и работать должен папа. Но нет так мамы или папа с мамой вместе. Вот Иосиф эту работу в отношении Иисуса сделал, дал ему профессию плотника. Если бы у Господа был паспорт, там было бы написано, место жительства, Назарет Галилейский. Семейное состояние, холост, профессия, плотник. У Христа были мозоли на руках до того, как он стал, как он получил гвозди в руки. До гвоздей были мозоли. Без мозолей руки у Христа не были. Гляньте на руки плотников. До сегодняшнего дня все рабочие инструменты плотников те же самые, что при Христе. У них есть долото, у них есть рубанок, у них есть отвес, есть древесная пила, у них есть все то, что есть у рабочего обычного плотника. Только, может быть, пила на электропилу заменилась. Остальное все такое же самое. И гляньте на их руки. Это руки Господа. Там, где нет труда, там нет морали, кстати говоря. Это единственная мысль, которую я согласен взять из марксизма. Нет труда, нет морали. Труд воспитывает? Воспитывает. Были некоторые святые, которые специально осваивали работу плотника для того, чтобы быть похожими на Господа хоть немножко. Такой был Паисий Святогорец. Специально освоил работу плотника, чтобы чуть-чуть быть похожим на Христа. В части работы своей. Вот вам воспитательный момент. Если ребенок на уроках труда берет в руки рубанок, то это и есть закон Божий. Закон Божий, да не тогда, когда тебя посадили за парту и объясняют тебе заповеди блаженства. Или евангельскую историю. Конечно, это тоже закон Божий. Но не только это. Когда ты на уроке с рубанком в руках работаешь, и у тебя появляется пот на твоем детском лбу, и ты его смахнул с себя, значит, такой, и ты пропотел в этой работе, значит, с досточкой. Это уже закон Божий. А если этого не будет, ничего не будет. Лентяй не может быть нравственным человеком. И христианином лентяй быть не может. Вот, например, это самое первое, что приходит в голову, когда мы говорим про воспитание. Потому что у нас трудовой компонент из этого выделен. У нас даже сейчас в армии картошку не чистят. Солдат только занимается боевой службой, но там хоть боевая служба. А у нас боятся нагрузить ребенка, дать ему снеговую лопату в руки, дать ему там что-то еще там, значит, он себе пуговицу не пришьет, снег от крыльца не отметет, тарелку за собой в столовой не помоет, и мы хотим, чтобы он был нравственным человеком. Это оксюмарон, это живой труп, это абсурд, горячий снег. Так не бывает. Без работы люди нормальными не бывают. Вот это воспитание будет православным. Давайте тоже подумаем о том, как бы это сделать. Потом опять-таки рванулись все в менеджеры, в бизнесмены, в эти самые, так, чтобы управлять рычагами больших процессов. Вот мы назвали плотников. Адам был садовник. Если бы у Адама был паспорт, было бы написано, место жительства, рай божий, состояние семейное, женат, дети, пока нет, в раю детей пока не было. Профессия, садовник. По первой профессии Адам садовник. Христос по профессии плотник. В Рождество, кто с ангелами разговаривал? Пастухи. Ни одного менеджера. Ни одного менеджера по продажам, менеджера по дистрибьюции. Ни одного. С ангелами не разговаривали, с Бога не видели, значит, такое, и Христу не угодили. Заметьте себе эти вещи. Простые работы приводят к Господу, а сложные могут от Господа увезти. Вот, например, человек, который улицу метет, может молиться. А вот бедная женщина, проверяющая диктанты вечером после работы, учительница, молиться в это время не может. Голова занята. Какая молитва? Простой труд к Богу приближает, сложный, Богу может мешать. Но в любом случае все компоненты школьного обучения, все могут быть божьими. Вот, например, астрономия. У нас ее не было долгое время, теперь ввели обратно, слава Богу. Ну что такое небо? Вы в Кенигсберге живете, помните, как Кант восторгался звездным небом над собою? Это же целая книга открытая. Если человеку преподать астрономию специфическим образом, например, с привлечением текстов из книги Иова, из псалмов царя Давида, да и просто показать ему эту красоту над головой, как Николай Сербский говорит, звездное небо – это царский венец над головой каждого человека. То вот вам и закон Божий, собственно, одна из его страничек. А биология – разве не закон Божий? А математика – разве это не закон Божий? У меня один знакомый мужчина, преподатель физики, закончил православные богословские курсы. И потом пошел в школу физику преподавать. Он спрашивает, ты закон Божий ведешь? Он говорит, веду. Говорит, а как, расскажи, что, что? Он говорит, ну вообще я физику веду. Говорит, а что ты закон Божий ведешь? Говорит, а это чей закон? Физика – это чей закон? Не Божий, что ли? Такой же Божий, как все остальное. Ее можно тоже преподавать так, что людям будет интересно узнавать Божий мир с его законами. Нет таких предметов, которые не могли бы привести. Я сейчас не говорю специально даже про литературу и историю, потому что история – это просто книга закона Божьего. А литература русская – это младшая сестра Евангелия. Это если уметь преподать это. И все, что нам нужно, в принципе, для того, чтобы дети получали бессмертную пищу, не только сухие знания, а бессмертную пищу, нужно, чтобы учителя были верующие. Для того, чтобы в армии был порядок, не нужно работать с каждым солдатом в отдельности. Нужно, чтобы в подразделении был верующий офицер. Верующий офицер сможет построить жизнь в подразделении таким образом, чтобы не было перегибов, недогибов, и чтобы все люди знали, как надо жить и как друг к другу относиться. Нужен верующий командир, чтобы в школе было все более-менее в порядке, в нашем смысле. Не нужно с каждым учеником париться. Это невозможно. Их слишком много. Нужно, чтобы были верующие учителя. Вот это, собственно, такая великая задача. И не нужно даже специальных предметов. Я мечтаю про то время, когда не нужно будет специального предмета. Когда каждый преподаватель истории так тебе расскажет капитанскую дочку, что это будет урок закона Божьего. Когда каждый, вернее, литературы. Когда каждый... Вот англичане, например. Вот я помню, у нас была встреча с преподателем английского языка. Вот они знают все на английском языке, те, которые хорошо его учат. Они знают рыночную терминологию. Они знают магазинную терминологию. Они знают бытовую терминологию. А я ему говорю, допустим, а вот ученики православной гимназии. Вот они ездили в Ирландию там наши дети. Значит, с гимназии. И они, когда с ирландцами разговаривали, прекрасно разговаривали про все. Про футбол, там, про кино современное, про мультики. А потом говорят, а ну-ка расскажи им, что ты учишься православной гимназии и у вас утром есть утренняя молитва. А у него нет такой лексики. Он не знает, что такое утренняя молитва по-английски. Он все знает, а этого не знает. А ну-ка скажи ему, что мы ходим на исповедь на праздники. Что у нас болит совесть, и мы ходим на исповедь. Он говорит, я не знаю слово совесть, не знаю слово исповедь. Котировки стали, он знает в седьмом классе. А совесть и исповедь на английском, он не знает. Вот вам преподавание наше. Когда самые простые базовые предметы вымыты из нашего сознания, и мы вроде бы все знаем, но на самом деле не знаем ничего. Это маркер нашей цивилизации. У нас есть все и нет ничего. У нас есть горячая вода, стиральная машина, посудомоечная машина, лифт, телевизор, тепла, дружбы, счастья нету. Это наша цивилизация такая, нас обманули по дороге. Нам обещали счастье, отдали стиральную машину. Мы говорим, а счастья где? А счастья нету, берите, что осталось. Вот мы так же и в образовании у нас, значит, мы много знаем вроде бы. А когда капни за самое главное такое, а ну-ка скажи мне, например, у меня умер дедушка, я иду за него молиться. У него язык английский от зубов отскакивает, но только про футбол и про кино. А он не знает, как это будет умер, как это иду молиться, как это похоронили. Потому что нет такой лексики в английском языке, и не преподают. Базовые вещи, элементарные вещи, касающиеся нормального человеческого жития, не преподаются. И вот я мечтаю о том времени, когда каждый преподаватель смог бы внутри своего предмета. А что трудно, например, преподавателю, скажем-то, в курсе преподавания своего же языка, немецкого или английского, например, преподать вот такой вот урок, например. Сегодня мы будем совершать виртуальные путешествия по Весминстерскому аббатству. Вот аббатство, что такое там, монастырь там, да. Здесь могилы великих людей, вот могила там, томб, там или там еще там, семетри, например, на кладбище. Вот здесь умер и погребен тот-то, вот тебе и лексика, значит. Вот тут отпевали этого, вот здесь молятся за тех-то. Вот тебе, не нарушая ничего, ты вводишь священные понятия в английский язык, которые преподаваешь детям. Для этого нужны специальные циркуляры? Нет. А что нужно? Чтобы верующим был человек-преподаватель. Все. Ничего не нарушая, никуда не переступая, не взламывая программы, так сказать, не что-нибудь фантазируя себе, ты даешь нормальную тему, нормальный материал, но насыщаешь урок нравственно-духовными понятиями. Не нужен приказ по Министерству образования для таких вещей. Это все очень даже просто. Вообще любое, любое, понимаете, вот я бы хотел, знаете, вот чтобы мы вообще прочитали заново, например, то, что мы уже знаем. Вот как-то раз мы тоже с преподавателем литературы общались, такой был коллоквиум такой своего рода. Допустим, все читали Шекспира, правда? Все. Все читали, допустим, там Гамлет, принц датский. Ну все знают, это классика, и экранизации смотрели, в общем-то, все это на слуху навязло, все это понятно. А вот смотрите, дядю принца Гамлета отравили во сне, вливая яд в ухо. Спрашиваю преподавателя английского языка и литератора, почему в ухо? Не знаю, ну странная смерть, не правда ли? Ну ударили бы его ножом во сне, ну задушили бы его, ну почему в ухо яд вливать? Ну странное убийство, ну согласитесь. Говорит, а почему? А потому что яд в ухо, это способ убийства, которым убил змей Еву в раю. Так у нас пишется, яд из блева змеи в ухо Еве иногда. То есть он ей солгал, она ему поверила, согрешила и умерла. То есть обмануть человека, это и есть влить яд в ухо, а обмануть это и есть убить. Дайте человеку ложную цель, он всю жизнь проживет в достижении ложной цели, это и будет его смерть. Обмануть это и есть убить. А обмануть, образно говоря, на библейском языке, это впрыснуть яд в ухо. Поэтому Шекспир берет библейский термин и убивает этого короля именно таким образом. Вот на этом уже можно целую проповедь построить, прямо на уроке литературы. Никуда не убегает Шекспира. Вот оно. Или там в переводе Пастернака, например, папа является из того мира Гамлету и говорит ему «Умер я в цвету моих грехов, не причащен и не помазан». О чем он говорит? Никто не знает. Потому что элементарная вещь в том, что умереть нужно, причастившись и пособоровавшись, но этого в университете не учат. А у Шекспира написано. И можно никуда не убегая от текста, сказать детям, что вообще, понимаете, дети, в чем трагедия? Не в том, что умер человек, а в том, что нужно было бы перед смертью покаяться, причаститься и принять последнее помазание. И тогда все хорошо, тогда в рай пошла душа и не мучилась бы за гробом, и не было бы всей этой трагедии. И уже есть тема для серьезного разговора. А Гамлет хочет убить этого дядю своего. И однажды он застает его в божничке, молящемся на коленях, он молится. И Гамлет выхватывает свой меч, а потом говорит, стоп, назад мой меч, убью его потом. Убью его на ложе прелюбодеяния, в греховном поту. Убью его, когда он обожрется и обопьется, значит, напирусами, друзьями. На охоте убью его, когда он за зайцем разгонится на коне. Убью его тогда, когда он будет во грехах. Сейчас он молится, а я его убью, и душа придет прямо к Богу, он будет мученник. Что же это за месть такая? Это не месть, это благо. Нет, меч назад, убью его потом. Потом возникает вопрос, слушай, так мы читали Шекспира или не читали? Говорит, знаете, не читали, оказывается. Мы его пока что еще не читали. Значит, нужно перечитать. Нужно перечитать и это, и это, и это, и это. И Евгения Онегина нужно каждый раз перечитывать заново, потому что там просто песня полуевангельская. Там, где начинается вся остальная литература, там Онегин заканчивается. Понимаете? Если бы ей только бы пойти к нему навстречу, он же ее нашел, теперь он раскаялся. Теперь, если бы ей наставить мужу рога и начать с ним блудные отношения, вот тут и начинается вся литература. А Пушкин ее оканчивает. Я другому отдана и буду веки, наверное, щелки и конец романа. Там только все начинаться должно в западном понимании. А в нашем понимании там конец романа. Тут мы ставим точку, тут у нас конец куплета. Надо перечитать еще раз, понимать. Собственно, чем мы всю жизнь занимаемся? Мы постоянно должны заниматься одним и тем же, потому что одно и то же, верно, неисчерпаемое. Вот приходит ребенок в первый класс. Его учат имя существительное. Потом он с первого класса переходит в среднюю школу, в пятый класс. Его учат на судородском языке имя существительное. Потом он, допустим, заходит в старшую школу, в 10-11 класс. Там у него опять имя существительное. Потом он заканчивает среднее образование, поступает в филологический институт. На первом курсе ему будет имя существительное. Потом он в пятом курсе этого же института будет опять имя существительное. Это вопрос, это что, издевательство такое? Нет, это просто бездонное имя существительное. Его можно изучать и в первом классе, и в третьем, и в девятом. И в институте, и в академии наук потом. Можно писать тысячу книг про имя существительное. И эти книги не исчерпают тему, потому что бездонное имя существительное. Один, знаете, ученый, биолог червяков изучал и знал про них все. Ему говорят, слушай, да завязывай ты с этими червяками возиться. Он говорит, нет, жизнь такая короткая, червяк такой длинный. Все, чем мы занимаемся бездонно, и только одно портит нашу жизнь, то, что мы устали от жизни и живем скучно, и скучно преподаем бессмертные вещи. Если вы вспомните свою школу, а потом свой институт, то вы, может быть, согласитесь со мной, по крайней мере, часть из вас согласится, что половину знаний мы забыли, поскольку мы ими не пользуемся. Выучил, сдал, забыл. Выучил, сдал, забыл. Что мы знаем про географию, если мы, например, биологи, например? Да ничего. А про биологию, если мы географы? Да ничего. Выучил, сдал, забыл. А что же мы вынесли из школы и института? Ну, во-первых, друзья, во-вторых, это там молодость, это эти романтичные, неповторяющиеся годы, как этот пел, не повторяется такое никогда. А еще мы вынесли светлый образ одного или двух учителей в школе и в институте, больше их вряд ли бывает, которые зажгли нашу жизнь, которые не померкли. То есть мы даже имена позабывали многих учителей, но один или два преподавателя запомнились навсегда у нас. Это те, которые горели предметом своим, которые из нас душу вытащили, почистили и обратно вставили. Может быть, они сформировали наш жизненный интерес. Например, у человека появился такой... Допустим, до третьего класса человек не понимал ничего в математике, а в четвертом классе пришел такой преподаватель, что он влюбился в нее и потом стал великим математиком вслед за ним. То есть те, кто нас зажег, те остались в нашей памяти. Остальные прошли, знаете, как массовка на сцене. Вот там вход, там выход, они прошли по сцене, прошли и вышли. Как бы мы забыли, как их зовут. А те, кто горел на работе, на кафедре, у доски, которые мы же чувствуем, нас не обманешь. Мы же знаем, кто отрабатывает номер, а кто живет. И кто там кровью нас питает, как пеликан. Древние думали, что пеликаны кормят детей своей кровью. Поэтому донорская служба имеет символ пеликана. Маленькие пеликанята, значит, расклевывают грудь своего родителя. Кровь едят его. Вот эти пеликаны, понимаете, они нам дают жизнь, они нас кровью кормят. И мы их помним, мы их любим, мы их не забываем. Очевидно, задача в том, чтобы мы все были такие. И священнику престола Божьего, и чиновник на рабочем месте, и преподаватель в своем классе. Потому что мы занимаемся бессмертными предметами, только мы устали от жизни и преподаем их скучно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Запишите домашнее задание. Ну все, у них другое в голове. К тому же всех нас делали писателями. Мы столько пишем отчетных документов, что Лев Толстой столько не писал. Это все так делают. Это как писал Франц Кавка. Если присмотреться, железные цепи, висящие на человеке, состоят из канцелярской бумаги. Сказал великий еврей австрийского, чешского происхождения, писавший на немецком языке. Железные цепи бумажного происхождения все на наших руках. Врач приезжает к больному домой, 5 минут смотрит больного, 20 минут пишет формуляр. Отчетность, извините. Милиционер приезжает до ДТП, 5 минут фотографирует помятую машину, 20 минут пишет протокол. Учитель 45 минут учит детей, 145 минут пишет бумажки всякие. Замучили нас, когда детьми заниматься. Бумажки, бумажки, бумажки. Но это не наша проблема, собственно. Мы ее не решим. Но это не снимает наше ответственность за то, что мы должны гореть. Как мы будем спасаться, кстати говоря? Будем спасаться, отдавая себя. Потому что невозможно спасаться, так сказать, сохраняя себя. Нужно душу погубить по Евангелию. Погубит душу, спасет ее. Мы губим душу на своей работе. Потом у каждого преподавателя есть своя печаль. Вы же своих детей бросили. Вы же своими детьми не занимаетесь, нет времени. Вы же занимаетесь чужими детьми. А как вы будете... А это тоже такая... Что же я чужим сопли вытираю, значит, там чужих причесываю, чужих заставляю вести себя правильно, чужих мирю, если поссорятся. А мои что? Вы же своими детьми не имеете времени заняться. Кто знает эту печаль учителя? Кроме учителя. Ну, священник еще, может быть, занимается всеми, кроме себя самого и кроме своих детей. Он тоже это знает. Как нам быть? Нам надо твердо верить, что пока я занимаюсь чужими, кто-то займется моими. Такой закон Божий. Одна мама, потерявшая на войне сына, писала одному епископу, говорит, Владыка, печаль моя, что единственный сын мой убит, но печаль двойная в том, что я даже не знаю, где его могила. Не могу не поплакать там, не цветы положить, говорит, ну что мне делать старухина на краю своей жизни. Он ей говорит, мама, выйди за порог своего дома и коснись земли за порогом. Это край могилы твоего сына. Вся земля – это большая могила. Успокойся. Во-первых. Во-вторых, у тебя наверняка есть на кладбище, рядом, где ты живешь, могилы неухоженные, заброшенные, куда никто не приходит. Говорит, займись ими и твердо знай, что кто-то где-то также занимается могилой твоего сына. Потому что мир так устроен. Люди занимаются другими и кто-то занимается ими. Ну так устроен же мир. Это касается и воспитания, и образования, и молитвы. Себя не вымолишь никогда, кого-то вымолишь. Кого-то вымолишь быстрее. И тот вымолит потом тебя. Потому что Богу приятно, когда люди друг за друга молятся, а не каждый сам за себя. Есть такая пословица еврейская – «Праведник в шубе». Цадик инпелц. Это говорит, когда холодно, праведник одевает шубу, а настоящий праведник зажигает огонь, чтобы всем было тепло. Чтобы не я согрелся, а чтобы всем было тепло. Нужно делать так, чтобы кому-то было хорошо. Знаете, как есть такая притча про то, чем в раю будут заниматься люди. Один святой сильно хотел знать, как же там в раю живут. Ему было такое видение, что стол накрытый всякой-всякой вкусностью, такой, чтобы просто можно захлебнуться слюной. И сидят праведники вокруг этого огромного стола, и у них вилки, только вилки размером с весло длиной. У праведника в раю длинные вилки, было ему сказано. То есть наколоть я могу все, что хочу, только себе в рот я это никак не помещу. Я это даю вам. Говорит, ты что хочешь? Говорит, вот это мне, вот этого зелененького мне. Я это накалываю и даю тебе. Говорит, а тебе чего? Говорит, а мне вот этого, вот этого вкусного, этого. И ты накалываешь, даешь мне. И так мы друг друга кормим. Это рай. Рай, когда я другому даю, а другой мне дает. Вот он рай. Есть еще то же самое, только у праведников в раю руки не гнутся в локтях. То есть взять можно, только другому дать. Другому дать можно. Взять можешь, что хочешь, только сам себе не дашь. Другому дашь, другой даст тебе. Это рай. А ад это полная противоположность, когда каждый сам себе. Вот ваша работа, это отдавать себя. Не сберечь себя, а отдать себя. И до конца гореть на своей работе, действительно. И любой предмет превратить в предмет христианской этики. Я на полном серьезе, стопроцентной уверенностью говорю, что все предметы способны быть компонентом христианской этики. Все, без исключения. Включая спорт, между прочим, даже. Хотя вроде бы Христос в футбол не играл, апостол Павел, значит, такое там, с шестом не прыгал, апостол Петр на ринге не дрался. Но все эти спортивные вещи тоже спасают человека. В современной безотцовщине люди, лишенные нормальных отцов, зачастую приобретают себе отца в виде тренера. Вот слоняется парнишка по дворам с папироской в зубах, еще год-два-три и тюрьма его ждет. Нет же, найдется какой-то мужик, какой-то хороший русский мужик, и скажет, что ты тут лазишь? А ну пошли к нам в секцию, а там будет секция, кожаная перчатка там, или там они будут картинги ремонтировать. И он увлечется этим всем делом. Все, спасли человека. Он там профессию получит, он себе путевку в жизнь приобретет. А тренер хороший, он ведь не только учит плавать, бегать или драться, он учит учиться хорошо. У меня, когда сыновья занимались спортом, у них тренер заставлял приносить дневники на тренировку. С тройками не пускал на занятия. Даже спорт может быть христианской этикой. Даже спорт. Да не даже, он даже еще обгоняет многие вещи. Потому что математику любят некоторые, футбол любят все. Пацаны я имею в виду. Если мы какого-нибудь тренера возьмем в оборот, да ему поселим пару правильных мыслей в голову, так он наших детей сделает нормальными парнями. Потому что они его послушаются. И он им скажет то, что у нас же, то, что у нас не послушаются. А его послушаются. Скажут, а ну не матюкаться. Кто матюкнется на поле? Вон с команды. И они матюкаться отучатся по его словам. По нашим не отучатся, а по его отучатся. Все нужно вставить на работу Христу. Кстати говоря, не абстрактным ценностям человеческим, а то у нас есть такая, знаете, у нас засоренная лексика. Мы говорим, поставим себе за великую цель возродить нравственные истоки нашего народа. Что я сказал? Ничего, ерунду какую-то. Много слов без всякого смысла. Нам нужно вернуться к нравственным опорам, там, значит, там, славянского иди. Что это? Что это такое вообще? Это трепотня какая-то бессмысленная. Нам нужно покаяться в грехах перед Богом. Вот это правильно. Нам нужно служить Христу. Это правильно. Нам нужно из этого зверинца, в котором мы часто пребываем, превратиться в Святую Русь. Это правильно. А вот эти все абстрактные вещи, какие-то там нравственные ценности. Что это такое нравственные ценности? Какие это нравственные ценности? Давайте поподробнее. Поподробнее не получится без Евангелия. Надо имя Христа назвать. Надо называть его имя. И тогда все будет ясно. Потому что целомудрие, там оно с Христом связано. Трудолюбие с Христом связано. Мужество с Христом, милосердие с Христом связано. А с абстрактными человеческими ценностями ничего не связано. Ценности могут быть разные. Поэтому здесь нужна еще какая-то такая некая простота и смелость. Для того, чтобы нам действительно возродиться, а не играть в возрождение, нам необходимо покаяться в грехах своих и Христу служить. А кому еще? Вы же понимаете, что у русского народа нет больше ничего, кроме церкви. У нас, конечно, есть нефтяные месторождения, у нас есть хорошая ударная ракетная мощь, у нас есть большой театр с балетом, у нас есть Достоевский с Толстым, у нас, в принципе, много чего есть. Но это все, во-первых, выросло из Евангелия. И военное мужество, и писательские гениальности. А во-вторых, у нас по-настоящему, кроме церкви, нет ничего. Заберите церковь у русских, и мы рассыпемся, как карточный домик. Никакие ракеты нам не помогут. У Советского Союза тоже были ракеты. Помогли они ему не рассыпаться? Не помогли. Христа не было у Советского Союза, поэтому он рухнул позорно, как колосс на глиняных ногах. И туда ему и дорога. Уж нельзя Христа пренебречь. Нельзя. И нужно к этому идти, нужно честно говорить, раз мы занимаемся духовно-нравственным воспитанием, то назовем это правильно, во Христе, Иисусе Господе нашим, родившимся от Девы в Вифлееме, распятым на Голгофе, воскресшим измертых в третий день. Должно быть это все конкретно и правильно. Чего стыдиться? Ну сколько можно стесняться Иисуса Христа? Кто постесняется, говорит, меня и моих словес, тот того я постесняюсь вроде всем прелюбодейным и грешным. Вернемся еще на секундочку к одному вопросу, который касается отдавания. Что нужно уметь брать и отдавать. Есть такой интересный образ в географии. Как вы знаете, с ливанских гор стекает ручеек, потом набирает мощи и превращается в такую речушку под названием Иордан. Это самая святая река на земле. Потом Иордан, набирая воду, втекает в большое озеро, называемое Генесарецким. Если мы читаем Евангелие, это озеро называется там море Галилейское, море Генесарецкое, или озеро Тивериадское. Такое три названия имеет. Евреи называют его Кенерет. Это очень красивое озеро. Окрестности его кишмя, кишат зеленью, а воды рыбой. То есть там, как в раю. Кто бывал, подтвердит. Раввины говорили, что Мессия, когда придет, непременно должен появиться в окрестностях этого озера, потому что здесь так же красиво, как в раю. И действительно, Христос, когда был на земле, он по водам этого озера ходил, из воды этого озера с учениками рыбу ловил, там совершал свои чудеса и миссионерские путешествия, там были произнесены заповеди блаженства, там умножалась рыба и хлеб для пяти тысяч, там все было. Так оно и есть. И вот это прекрасное озеро отпускает от себя Иордан, и дальше Иордан втекает в мертвое море, или асфальтовое море, которое образовалось, судя по преданию, на месте уничтоженных городов Содома и Гоморы, и дальше вода не вытекает никуда. Получается так, что пресный Иордан втекает в пресное озеро и отдает пресную воду. Потом эта пресная вода втекает в соленое, это мертвое море. Количество соли там таково, что там нет ничего живого. Ни рыбки, ни лягушки, значит, ни водоросли, ни ракушки, только соль. Оно за эти столетия не растворилось, это соленое озеро, то есть вода пресная его не растворила, не разжижила. Оно так соленое было, так соленое осталось. И вот получилось так, что Генесарецкое озеро воду принимает и отдает, и живет. А мертвое море принимает и не отдает, и оно мертвое. Древние мудрецы сказали, что это принцип жизни. Чтобы жить, нужно отдавать. Отдавать не только деньги, отдавать знания, силу, талант, опыт, умение, все, что хочешь. Например, нельзя ограничивать милостыню, скажем, деньгами. Пока у тебя ноги гнутся и руки работают, великая милостыня будет, например, если ты пойдешь к какой-нибудь старухе, которая уже не может на подоконник влезть, и перед Пасхой помоешь ей окна. Не нужно деньги давать, сделай что-нибудь ей такое, что она уже по старости лет делать сама не может. Это милостыня. Отдавай. Мускульную силу отдавай, опыт отдавай, знания отдавай, конечно же деньги тоже отдавай. Отдаешь, живешь, не отдаешь, ты мертвый. Это тоже нужно научить человека. Что такое жить? Жить это отдавать. Принимать и отдавать. Сердце как живет? Оно сжалось, качнуло кровь, то есть отдало, распрямилось, набралось, сжалось, распрямилось, оно принимает отдавать. Это и есть жизнь сердца. Взять, отдать, взять, отдать, взять, без отдыха. Глазки отдыхают ночью, сердца нет. Язык, голосовые связки отдыхают, сердца нет. Все отдыхает. Мозги даже отдыхают. Только не печень, только не сердце, только не легкие. Самые главные органы не отдыхают. Нет отдыха у главных органов. Значит, вот это тоже важная вещь, то есть нужно переключиться на отдачу, потому что западный мир, в который мы так спешим встроиться, или так облизываемся на него, это мир потребления, а не отдачи. Слово отдавать, оно давно исчезло из лексикона. Нужно его туда вернуть. Еще одну вещь вам скажу, ну, кроме того, проще. Я не знаю, вы запоминаете или записываете? Будет, это самое, мучительно больно за бесцельно прожитые годы, значит, если, если, да, если, ну, ладно. Еще хочу вам вот что, дорогие друзья, сказать, что человек это единственное существо в мире, которым нельзя просто быть. Человек это существо, единственное существо в мире, которым нужно сначала стать. Мне представляется это очень важным, потому что мы работаем в сфере воспитания и образования, с вами все вместе, значит, мы же работаем бы с людьми, и что мы делаем там в этой сфере образования? Мы пытаемся сделать их людьми на самом деле. Это действительно правильные слова, потому что человеком нельзя просто быть. Им сначала нужно стать. Смотрите, для того, чтобы быть, например, лошадью, что нужно? Нужно иметь папу коня и маму лошадь. Ну и родиться лошадью, собственно. Личных усилий, для этого не нужно прикладывать никаких. Родившаяся лошадь будет только лошадью больше никем. Змеей не будет, воробьем не будет, бегемотом тоже не будет. Будет только лошадью. Без личных усилий. Чтобы там быть, скажем, собакой, нужно тоже иметь папу кобеля и, соответственно, маму женщину, значит, собачью женщину. И будешь только собакой больше никем. Без личных усилий. И только чтобы быть человеком, нельзя иметь просто папу человека и маму человека. Это еще не человек. Все родившиеся дети из-за семьи Христа Иисуса, добровольного младенства, добровольный младенец, все остальные недобровольные младенцы, нас не спрашивали, нас лично не спрашивали, хочешь родиться? Я не знаю, что бы мы сказали в ответ, мы родились как бы в факте благого насилия. Над нами совершили благое насилие. Когда вы спрашиваете, например, можно ли детей наказывать, имейте в виду, что есть благое насилие. Наше появление на свет было благим насилием. Нам же нравится жить? Нравится. Нас же не спрашивали? Нет. Совершили акт волюнтаризма. Нас пожелали, нас не спросив. Значит, есть некоторые вещи, когда мы можем заставлять человека делать что-нибудь хорошее, не спрашивая его разрешения. Благое насилие существует. Пример рождения на свет. Но когда мы родились, мы еще не стали людьми. Человек рождается как возможность. И только в процессе двух, трех, четырех лет прожитой жизни он превращается в более-менее полноценного человека. Это еще мало. Три, четыре, пять лет. Это надо еще больше, больше, больше. То есть человек это обучаемое существо. Значит, смотрите, когда-то были такие опыты, англичане проводили. Они задались таким вопросом. Вот, если дети вообще все филологически гениальны. То есть, если, например, русский ребенок ходит в армянский детский садик, дома он говорит по-русски, а в садике по-армянски, он будет через год говорить свободно на двух языках. И на армянском, и на русском. А если он, например, еще во дворе у него, скажем, шведские друзья, то он будет говорить по-армянски, шведски и русски. Без напряга. А если его еще обучать дома французскому, параллельно с русским, он будет говорить на армянском, шведском, французском и русском. Лет до семи-восьми это все очень легко. Без напряга. То есть дети филологически гениальны. Потом уже нужно нанимать репетиторов, читать книжки, и то еще ничего не получится, потому что уже прошло время. То, что ты должен сделать в пять лет, нужно сделать в пять лет, потому что в пятнадцать уже не получится. То, что ты должен сделать в десять лет, нужно сделать в десять лет, потому что в пятнадцать уже не получится. То, что ты должен сделать в двадцать лет, нужно сделать в двадцать, потому что в сорок уже не получится. Мы уже с вами тысячи вещей сделать не можем. Если мы их не сделали вовремя, мы их же не сделаем. Потому что время уходит безвозвратно, как возможность. Так вот, английские ученые, колонизаторы, решили поставить опыт, проверить, а на каком интересном языке разговаривает человек, если он никакой речи не слышит. Ну понятно, если он слышит, например, хинди, он на хинди говорит. А если он слышит английский, на английском говорит. А если он ничего не слышит, на каком языке он говорит? Это было время, когда ребенок мог быть куплен за бутылку водки. Например, до сегодняшнего дня беднота в трущобах разных стран отдает за бесценок своих рожденных детей, как лишние рты. Святой Иоанн Шанхайский в Шанхае, когда был епископом, он брал с собой ящик водки, заходил с помощниками в трущобы, в которых жили совершенно деклассированные опустившиеся люди, а-ля горькие на дне. И там за бутылку водки забирал из бедных семей, ненужных никому младенцев. И из них формировал детские приюты, из этих китайчат, учил их по-русски говорить, крестил, они превращались в нормальных русских людей. Правда, раскосых, но русских крещеных. За бутылку водки. В Индии пьют мало, там поэтому можно поменять ребенка, там, за две буханки хлеба, там, на мешок риса, там, можно целый детский садик взять ненужных детей. И вот эти английские ученые брали ненужных детей, помещали их в нормальные условия. Проходил год, два, три, они все ждали. На каком же языке они заговорят? Они специально не слышали чеческой речи. И получилась интересная штука. Ни на каком языке они не заговорили. Оказывается, для того, чтобы заговорить на языке, а что такое неговорящий человек? Это не человек. Для того, чтобы заговорить на языке, нужно слушать язык, слышать речь. Поэтому глухо-немые, они правильно, глухо-немые. Сначала глухой, а раз глухой, то значит и немой. Оказалось, что человек язык приобретает только в процессе общения, а вместе с языком приобретает моральные навыки, мировоззрение, религиозные устремления и все остальное. Понятие добра и зла с языком вместе. Язык это дом бытия. Но мало того, оказалось, что если до трех лет человек не слышит человеческой речи, то после трех лет он уже не способен говорить по-человечески на любом языке. На хинди, на китайском, на русском, на английском. Не способен. И вот это будут учить, а он уже не воспримет. Время упущено. Оказывается, первые два-три года жизни это самые важные годы жизни человека. Вот они открыли для себя такой страшный закон. Понимаете? Это я к чему говорю, что если ты в два года чего-то не услышал, ты уже в 12 лет этого не поймешь. Кстати говоря, что мы говорим маленьким детям, когда они рождаются? Вот к стыду нашему скажу. Каждая мусульманская мать должна знать, что когда ребенок родился, нужно вправое ухо, вправое, чтобы не перепутать, сказать ей исповедание веры мусульманское. Что нету Бога, кроме Аллаха, Мухаммад пророк его. Она обязана это сделать ребенку на правое ушко, шепотом, как великую тайну. Чтобы оно зашло в детское сознание. Он еще ничего не понял, а оно уже зашло. А нам кто запретил прошептать новорожденному, Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праву сущим, во гробе их живот даровав. Но почему-то я пока еще не слышал, чтобы нам это рекомендовали для того, чтобы мы это делали. Первонаперво. Принесли роженицы малыша, только рожденного, на первое кормление в роддоме. Прочитай ему тропарь Пасхи на ушко. Это будущий христианин. То, что ребенок услышит в первый день своего рождения, навсегда с ним остается. Поэтому, если он впервые о Христе услышал в 20 лет, то не нужно удивляться, что с ним очень трудно работать. Не входит в него это знание. Потому что самые нежные годы пропущены. Пропустил два года жизни, уже не нагонишь. Еще три года пропустил, еще меньше нагонишь. Так вот, экспериментально даже доказано то, что я вот сейчас про детей рассказываю. В 50-х годах в Индии миссионерами христианскими в лесу были найдены две девочки. Волки, воспитанные волками. Они были примерно трехлетнего возраста. Как так получилось, никто не знает. Но там есть такие деревни в Индии, которые приступают к джунглям. И там как-то то ли малышня уползла в эти джунгли, то ли что-то еще. В общем, они пропали и оказались в волчьем семействе. А замечена еще одна интереснейшая вещь. Что волчицы, если они приплод приносят волчат и кормят их, то они детенышей человеческих не едят. Волки малышню, грудную, человеческую, не пожирают в период, когда кормят грудью волчиц. Отсюда ромал и рем, капиталистскую волчицу сосут. И отсюда много таких примеров. И вот эти девочки были выкормлены волчицей и воспитались, как маленькие волки, как маугли. Только маугли красивый, сильный, молодой и разговаривающий. А эти девчушки были обычные волчата. Они бегали на четвереньках, были абсолютно голые, выли на луну, чесали задние лапы, это, кстати, ногой ухо. То есть не разговаривали. Их назвали Амала и Камала, дали им условные имена. И пытались их социализировать. Поместили в специальный интернат, наблюдали, учили, одевали в платьичко, учили есть ложкой из тарелки. Ничего не получилось. Они переворачивали еду с тарелки на пол и слизывали ее, стоя на четвереньках. Рвали на себе всю одежду, опять-таки выли на луну и не могли находиться под крышей. Потому что животные под крышей быть не могут, нормальные дикие животные. Им нужно небо над головой. Потом одна из них умерла от тоски, а вторая через пару дней за ней вслед тоже скончалась. Людьми они не стали. Человек, который пропустил 2-3 года в своем человеческом воспитании, никогда больше человеком не станет. Вот такое страшное открытие. Поэтому вот родился человек в семье алкоголиков, с утра до вечера слышал только мать-перемать, мать-перемать, и только дзынь-дзынь, бокалы дзынь. Папа-маму бьет, мама-папа проклинает, стаканы звенят, как бы только мат в воздухе висит. Все, друзья мои, все. Вы потом убьете 25 лет жизни на его первоспитание, и КПД будет очень маленький. Потому что самые нежные годы этот ребенок провел в аду. Потому что нужно ловить каждый день человеческой жизни, каждый год человеческой жизни, чтобы как можно раньше с ним заговорить о важных вещах. Чтобы ему только новорожденному на ушко прошептать ему, Христос воскрес, сынок. А это не только мусульмане, кстати, знают об этом. Евреи говорят, что ребенку в очреве, пока он там кувыркается в этом фантастическом состоянии. Представьте себе, что мы там живем головой вниз в полной темноте, и у нас закрыт нос, глаза, уши, рот, питание, и все остальное происходит через пупок. То есть мы дышим животом, едим животом, живем в воде головой вниз в темноте. Фантастика. Абсолютная фантастика. Никакой фантаст такого не придумает. Это уже было с каждым из нас. Нам дано родиться. Из капли семени вырос человечек в темноте материнской утробы, вылез наружу с криком, с ужасом, куда его привели. И это мы с вами, мы уже это прожили. В самом главном мы одинаковые. И с чем одинаковые в том, что нас ждет выйти отсюда, к Христу навстречу, поклониться Ему, отдать ответ за всю жизнь, умирать раз, отвечать за все. То есть мы, в принципе, одинаковые люди в этом отношении. Так вот, евреи считают, что ребенку в очреве, там, в очреве ему, ангел Божий считает Тору. И ребенок за время беременности выучивает ее наизусть. А потом, когда он рождается, ангел бьет его по лицу, по губам, и у него Тора вылетает из головы, он ее забывает. И потом ему нужно опять ее учить, и когда он ее учит, у него возникает эффект вспоминания. Знаете, как бывает такое, как будто я это уже знаю. Эффект дежавю такой, как будто я уже здесь был. Как будто мне это уже кто-то когда-то читал. Это есть платоновская такая идея об обучении как воспоминаний. Платон говорил, что когда мы учимся, мы вспоминаем. Якобы душа знает все. Просто когда она учит заново какой-то предмет, она вспоминает то, что раньше знала. А что мы об этом говорим? А ничего. А вот нет у нас в культуре пока что таких глубоких, красивых речей о том, чем там занимается дитё в очреве. О том, что убивать его в очреве нельзя. Мы когда-нибудь поймем, в конце концов, всем народом, что мы по крови хлюпаем, что у нас процент рожденных на процент убитых, это баш на баш, один к одному. На одного убитого один рожденный. Да не просто убитого, расчленённого и выскобленного, да ещё ниоткуда, из материнского чрева. Эту заразу мы когда-нибудь прекратим вообще всем народом вообще? Мы когда-нибудь скажем, прекращайте вообще каннибализмом заниматься, убивать неповинных людей. Какое счастье может быть у убийцы? По нравственному закону убийца может быть счастлив? Нет. Наше чувство возмущается, когда, например, серийного убийца сажают в тюрьму и кормят трёхразовым обедом. За деньги налогоплательщиков. Да слушайте, не лучше ли его расстрелять? На его душе 15 убитых человек. Замученных, изнасилованных, зарезанных, зарубленных. А что это он живёт до сих пор на земле, да ещё и в душ ходит, как бы читает книжки. За наши деньги. Не лучше ли его к стенке поставить? Это правильный вопрос. Потому что убийца не имеет права на счастье. Каин должен жить в страхе, он должен трясться и бегать с угла в угол, не имея покоя. Это жизнь убийцы. Вечный страх и муки совести. А если у нас весь народ убийц, если у нас убитых детей миллионы, в годы целые миллионы, мы имеем право на счастье? Это кто это сделает в конце концов? Кто этому скажет нет, кроме нас с вами? Конечно, мы хотим хорошо жить. С какой стати? Если за нашими спинами, рюкзаки с детскими костями. Как говорит, не спасёшь, избавишься от зачатого, не избавишься от убитого. Они же тенями ходят за нами, отсасывая счастье. Ну и много ещё других. Так вот, друзья мои, возвращаясь к этой Амалии и Камалии, к человечку. То есть человекам нужно стать сначала. Нужно сначала, а потом уже им быть. И нам нужно всем с вами озаботиться вопросом, что такое стать человеком? Когда я человек? Как Розанов писал, пришёл я в гимназию, и там мне сказали, у меня 32 зуба, 24 позвонка, я человек. Нет. Это антропологические признаки, но это признаки скелета. Скелета и зубы, и позвонки, но это уже не человек. Что такое быть человеком? Нужно для себя это определить. У каждого будут разные ответы. Писать стихи, это уже значит быть человеком, наверное. Хотя ещё, может быть, и не факт. Потому что были такие концлагеря, коменданты которых очень любили классическую музыку. И отправляли людей тысячами в хренаторий под звуки Вагнера или под звуки Бетховена. Во Львове, где я родился и вырос, там был львовский концлагерь. Там комендант был особенно эстетически воспитанный немецкий офицер. Он составил из пленных евреев, актёров, этих самых музыкантов оперного театра, квартет, лагерный квартет. И они специально такой танго смерти играли. Каждый день, когда в печи заходили люди. Он был очень эстетным человеком. То есть эстетность ещё не означает быть человеком. А что же тогда? Вот надо подумать вообще, что такое быть человеком? Ну, покойный патриарх сербский Павел говорил, по-сербски говорил, «Птица е птица каос и лети, а цвет е цвет каос и цвете, а чобек е чобек каос и моли». Птица потому и птица, что летает. А цветок, он и есть цветок, потому что он цветёт и пахнет. А человек, это человек, потому что он молится. Вот может быть, это критерий человека. Это большой вопрос, кто такой человек. Человек, один философ сказал, человек это двуногая без перьев, а второй в ответ общипал курицу и сказал, вот твой человек, на двух ногах и перьев нету. Человек? Нет. Значит, не двуногая, не без перьев, что-то другое. Что? А Златоуст говорил однажды, на проповедь под Рождество, кстати, Святой Иоанн говорил, не вижу людей. Владыка, как это? Как это вы не видите людей? Смотрите, полная церковь битком народу. Я вижу похотливых жеребцов, хитрых лисиц, ядовитых змей, кривляк-мартышек, обжорливых медведей, хищных львов, волков несытых вижу, зайцев трусливых. Кого хочешь вижу, людей не вижу. Паства страшно обиделась. Наша паства ведь привыкла, чтобы ее гладили. Вы такие все хорошие. Нас еще с нашими нормально, кстати. Наших еще можно и по шерсти, и против шерсти. Мы еще пока нормальные люди. Наших можно и хвалить, и ругать. Еще с ними можно и в бой идти, и чар купить. Вот, допустим, на Западе пишут священники. Говорят, батюшки нашему сегодня сделали замечание на проповеди, прихожане. Говорят, за что? А он про страшный суд рассказывал. Говорят, ну и что? Так это же в Евангелии написано. А прихожане собрались, в кучку подошли к ним, говорит, батюшка, давайте как-то на позитиве проповеди рассказывайте. Что нас пугаете? У нас так жизнь тяжелая. Надо нас похвалить, успокоить. Что-то там еще страшно. Мало того, что у нас всех там долги, кредиты, работа, неврозы, дети непослушные. Что-то страшным судом нас пугаете? Не надо, пожалуйста. В следующий раз не надо. А в следующий раз он не жалобу, епископу пишет. Ну, допустим, это на Западе так уже есть. Попробуй человеку скажи про страшный, про смерть, например. Про страшный суд, а там что-нибудь такое. Говорят, ой, не-не-не-не, я туда не пойду, там плохие слова говорят. С вами еще можно строить. Повторяю, можно еще и чар купить, и в атаку идти. Потому что наши нормальные люди, наших можно ругать и хвалить. Вот Златоуст так ругал свою пасту. Можете себе представить? Он, по сути, повторял слова Диогена. Диоген тоже зажигал фонарь и ходил с фонарем по Агоре, по торговой площади. Ему говорят, зачем ты зажег фонарь, чудак? Солнце светит. А он говорил, я человека ищу. Говорит, ну дурень, мы всегда говорили, что дурень, но смотри, сколько людей кругом. Говорит, ни одного не вижу. И он говорил буквально те же слова, которые потом, после него, лет через 600 повторял Златоуст. Лисиц вижу, хомяков вижу, крыс вижу, баранов вижу, людей не вижу. Ревель брал, Казань брал, Шпака не брал. Не вижу людей, понимаете? Это они понимали, что человек это вопрос. Человек это не ответ, это вопрос. Что такое человек? Это многие сказали. Собственно, и Кант говорил, кстати, между прочим, это же самое. Человек это вопрос. И Ницше говорил это же. Человек это вопрос. А где ответ? А ответ, кстати, это Христос. Ответ на вопрос, что такое человек и кто такой человек? Это Христос. Как вот святой Николай говорит, что человек это не то, что помещается в могиле. Человек это тот, ради кого весь мир сотворен. Ради одного человека весь мир сотворен. Сколько нужно людей, чтобы мир был полон? Один. Вот если в мире нет ни одного человека, представьте такую жуткую картину. Для вас ее облегчили голливудские кинематографисты. Есть много таких фильмов, в которых описывается гибель человечества, и нет никого, ну кроме там какой-то один герой там, ездит там по пустым магазинам, там по пустым заправкам на мотоцикле, там и там это самое, ищет вчерашний день. Представьте, нет никого. Мир не имеет смысла. Звезды, моря, океаны, горные хребты, лесные массивы, животные, флора, фауна не имеют смысла без человека, да? Нет смысла в мире без человека. А сколько людей нужно, чтобы мир получил оконченный смысл? Всего лишь один. Вот когда Адам появился, мир получил законченное основание. Поэтому и заповеди даются, как одному человеку. Сказано, не прелюбодействуй. Не говорит, не прелюбодействуй те. Говорится одному. Потому что в одном вся вселенная. Тебе говорится. Не всем, а тебе. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Одному. Потому что один это все. Вот кто такой человек? Это наш открытый вопрос, открыта наша задача. То есть мы вообще живем в области великих загадок, на которые уже есть ответы. Просто вся проблематика этих вопросов заключается в том, что людей нельзя глушить готовыми ответами. Понимаете, у нас есть много готовых ответов. Но произносить их нужно только тогда, когда вопрос созрел. Вот фокус педагогики в чем? То есть, допустим, я знаю смысл жизни. Потому что мне уже, например, 62, а тебе только 8. Я, конечно, могу тебя огорошить тяжелыми словами про то, что такое жизнь. Но ты пока еще этого не поймешь, потому что у тебя еще вопрос не созрел. Мне нужно подготовить твою душу к тому, чтобы ты вдруг задался вопросом, на который у меня уже есть ответ. Это, собственно, есть педагогика. Вот Господь Иисус Христос, он же педагог, великий педагог. Если бабы возле него были, то он с бабами говорил про всякое там, про зерно, про закваску, про веник, про женщину, подметающую пол, ищущую потерявшуюся монетку. Если мужики возле него были, он говорил с ними про рыбалку, про пахоту, про потерянную овцу. Они пастухи, рыбаки. Он примерял свои слова каждый раз к тому, кто его слушает. А когда с ним книжники были, он с ними по-книжнически говорил. Например, у книжников написано, если двое или трое человек собраны вместе, и книга Тора лежит между ними, то шехина, слава Божия, осеняет их. Они знали эти слова. Господь им говорил, если два или три собраны во имя Мое, то есть он живая Тора, то я посреди них. То есть он шехина, он слава Божия. Они слышали и понимали, что он говорит им на их языке. С рыбаками по-рыбацки, с бабами по-бабски, с книжниками по-книжнически. Это есть педагогика. Это приноровить свои великие знания человеку маленькому, большому, среднему, многоумному, бесхитростному, такому-сякому. Вот оно, какая красивая вещь. Вообще мы живем в очень увлекательное время и занимаемся чрезвычайно азартными вещами. Понимаете? То есть, как говорил Станиславский про театр, все жанры, кроме скучного, пожалуй. Делайте все, хотите, только чтобы не было скучно. Христианство скучным быть не может тоже. И нравственность тоже не может быть скучной. Ведь придумали какие-то ветреники, что христианские предметы скучные. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Но это не христианские предметы. Потому что христианская наука, она азартная, она веселая, она рискованная. В ней есть риск. Христос говорит в притче о талантах. Тебе 5 талантов, тебе 3 таланта, тебе 1 талант. Делайте прибыль. А какую прибыль он ждет? 100%-ную. Кто 5, еще 5. Кто 3, еще 3. Кто один там должен был еще один принести. А где в бизнесе есть стопроцентная прибыль? А нигде? Стопроцентных прибыли не бывает только с наркотиками торговать. Но Господь не к этому зовет. Он нас зовет на риск. Потому что бизнес это риск. Вложил 5 талантов и прогорел. Вместо того, чтобы еще 5 принести, ничего не принес. Это же сплошь и рядом. То есть, Евангелие – это риск. Мы рискуем. Мы рискуем промахнуться, не туда пойти. Есть такой риск. Но скучным христианство быть не мог. Каким хочешь, только не скучным. Это очень веселое, это очень энергичное. Это и трагичное одновременно. Там можно и плакать, и смеяться. Вот, друзья мои, откройте для себя Божие Слово и Церковь Святую как такое интереснейшее место, в котором все намешано вообще, все там, все вообще. Как у Пастернака, значит, в рождественском стихотворении. Там у него все елки, все цветные шары, все сны детворы, все пилигримы. И все там, в этой рождественской ночи, все в христианстве есть. И полеты в космос, и рыцарские доблести, и ученые труды, все там. Только нужно раскрыть его для себя, как великую неизвестную книгу. Это об этом Гоголь писал, что у нас уже все есть, у нас есть церковь. Только самое главное сокровище в доме своем мы не знаем. Ну и последнее, что я сегодня хочу сказать, в надежде на то, что сказано, не пролетело мимо, а где-то там застряло между извилинами, потом даст свои эти самые ростки. Это то, что главное, что у нас есть на самом деле в христианстве, это литургия. Это я уже как бы Гоголя вспомнил на прощание. С его помощью скажем, что он написал, что если люди до сих пор пока еще не едят друг друга заживо поедом, то тайная причина сему есть та, что люди продолжают, христиане, совершать божественную литургию. Это самое главное наше сокровище. Это, кстати, самый главный воспитательный рычаг. Сколько бы знаний вы не вгрузили в детскую голову, сколько бы сценок театральных не поставили на сцене, сколько бы стихов не разучили. Все-таки самое главное, это чтобы дети любили литургию, стояли на ней как ангелочки, как свечечки горящие, и чтобы они понимали ее, и чтобы служба Божия сопровождала их всю жизнь, от юности до старости, чтобы мы были литургическим народом. Что христианство это не сухая, отвлеченная моральная система. Это живой Христос между живых людей. И это дается нам в таинстве литургии. Поэтому примите приказание, кстати говоря, именем Христа в рождественские дни. Все крещеные люди обязаны быть на каждой службе воскресной, всю жизнь свою, значит, сколько им даст отмерит Бог. Все обязаны. И это я говорю не в плане благой мечты, это я говорю в плане прямого приказа во Христе Иисусе Господе Нашем в духе православной церкви. Крещеные люди должны быть в храме каждое воскресенье. Как минимум, это минимум, это даже не оптимум, максимума здесь нет, а оптимум, это еще один-два дня в среди недели. Но воскресенье, не знаю, чем можно заниматься, не побывавши на литургии. И все проблемы нашего народа будут решаться тогда, когда не 3% крещенных людей, и не 5, и не 6, а 25, или 30, или 45% нашего крещенного народа будет каждое воскресенье на службе. Вот тогда мир перевернется, в хорошем смысле слова. Тогда будет легче заниматься и наркоманией, и реабилитацией вышедших на волю, и стариками, и сбором средств на операцию дорогую. Вот тогда все начнет крутиться вокруг солнышка. Все планеты в порядке вокруг Христа закрутятся. Потому что до сих пор все безобразно. Августин Блаженный говорил, чтобы все было в порядке, поставьте Бога на первое место. Когда Бог на первом месте, все остальное на своих местах. А когда Бог в углу, тогда все в куче, в каше, в непонятности. У нас Христос должен быть на первом месте. А как это? На литургию все шагом марш. В воскресенье все на службу, всегда. Нога болит, не выспался, грустно, не хочу, согрешил. Какая разница? Христос объективно свят. Это объективная реальность. Не зависит от того, хочу, не хочу, устал, не устал. Объективная реальность, требует объективного подхода. В воскресенье все на службу. И тогда, поверьте мне, все будет по-другому. Сколько было процентов христиан в Римской империи, когда Константин издал Миланский эдикт и церковь вышла из катакомб? Прекратился 300-летний период гонений. Сколько их там было в общей сложности? 10-15%. 10-15% активных христиан способны перевернуть, в хорошем смысле слова, всю жизнь общества. Пока нас всего лишь 3-4%. Где-то 5, где-то 6, но нигде еще не 10. Нет ни одной епархии, ни одного района, ни одного региона, ни одного федерального округа, где бы процент воцерковленных христиан составлял 10, но от населения. Таких районов в России нету. 2-3 иногда. Где-то 1%. Где-то 5-7. Но нигде не 10 пока что. А если будет 15, все будет по-другому. Вообще все. Вот тогда и поговорим по-другому и о других вещах. Еще до боли. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, дорогие друзья, эст модус ин ребус. Во всем своя мера, то есть есть мера в вещах. Я благодарю вас за возможность пообщаться с вами. Надеюсь, что хотя бы часть сказанного послужит на нашу общую пользу. И закончу тем, что я вот люблю цитировать слова святого Николая Сербского, сказанные им про сербский народ. Он молился, чтобы народ сербский умножился, сложился и обожился. Так вот мы говорим. Умножи, сложи и обожи. Народ сербский и божий. Это значит, чтобы нас было больше, чтобы мы были вместе, чтобы мы были святые. Это самого я хотел бы и для русского народа. Чтобы нас было больше, чтобы мы были вместе и чтобы мы были святые. Аминь. Христос родился! Протеерей Андрей Ткачев, мы благодарим вас. Крепкого здоровья вам, успехов и благополучия.